Здорово, народ! Это канал Volkswagen Беларусь, и очередной ролик у нас с вами Андр... Не понял, а что ты не снимаешь? А видно плохо. Ладно, вставим то, что днём снимали. Всё, забей. Здорово, народ! Это канал Volkswagen Беларусь. И в сегодняшнем ролике мы обсудим, на мой взгляд, очень важную тему. И это освещение автомобиля. Говорить мы будем о штатной оптике, то есть о том свете, который устанавливает завод-производитель. И так вышло, что в современных Volkswagen'ах стоит LED-оптика, то есть светодиодная. Именно о ней мы будем говорить. То есть протестируем, сравним её в разных автомобилях. Я вам расскажу о фишках, о разных опциях и функциях, которые идут с этой оптикой. Ну, для того, чтобы это было ярко, наглядно и интересно, мы дождёмся темноты. А пока светло, я вам расскажу об основных типах оптики, которые встречаются вообще во всех автомобилях. В целом есть три основных, то есть самых популярных типа головной оптики. И начнём мы с галогеновых фар. Галогеновые фары до недавнего времени были очень широко распространены. И имеют самую большую историю. Вообще, по своему строению, галогенная лампа похожа на лампочку накаливания, которой мы пользуемся в быту. То есть соколь соединён с двумя электродами, и между ними спираль из больфрама. Ну, а в колбу закачан газ. Галоген йода или брома. Галогеновые фары производят с различной температурой свечения. Поэтому вы можете выбрать свет под себя. То есть какой вам удобен, какой вам просто нравится. А также вы можете выбрать для себя так называемую универсальную модель галогеновых фар. И вот они обеспечивают хорошую видимость как ночью, так и при плохой погоде. Там во время тумана или дождя. Но в то же время галогеновые фары, то есть галогенные лампы, быстро нагреваются. И очень много энергии тратят. Кроме различной температуры свечения, есть ещё самый главный плюс. Это невысокая стоимость. Однако тут получается такой компромисс внутри себя. Потому что невысокая стоимость компенсируется низким ресурсом. То есть лампочки быстро изнашиваются. Производитель заявляет работу до 1000 часов. Но на практике она, конечно, гораздо ниже. У нас на очереди ксеноновые фары. Такая лампа ксеноновая представляет собой колбу, заполненную газом ксеноном. И там также есть два электрода, но уже между ними нет нити накаливания. Там пустое пространство. И вот напряжение подаётся на электроды. И в этом пустом пространстве возникает электрическая дуга. Ну, иначе говоря, плазма. И вот эта плазма излучает яркое свечение. По спектру свет ксенона приближён к дневному. Он максимально белый и очень яркий. И по яркости он в три раза выше, чем у галогенок. Итак, плюсы. Ну, безусловно, это высокая яркость и высокая светимость. То есть качественно светить ксенон может дорогу на большие расстояния. Также долговечность. Ксеноновые фары по заявкам производителей могут работать до 3000 часов. Ну, и эти фары вы можете устанавливать самостоятельно. Однако корректировку уже лучше делать с использованием специальных стендов. Ну, и минусы есть. Куда же без этого? Выгорание. Ксеноновые лампочки могут выгорать. Если вы заметили, что одна фара стала светить по-другому, всё. Менять нужно все фары. Потому что подобрать новый ксенон к своей старой фаре практически невозможно. Ну, и самый главный минус, на мой взгляд, это цена. Да, немного дороже будет ксенон, чем галоген. И вот из этого вытекает то, что на улицах в автомобилях появляются кустарные модели таких фар. То есть люди сами делают некачественную оптику. Продают, устанавливают себе. И вот именно эти модели, вот эти фары и слепят вас на дороге. То есть если у вас будет такая кустарная ксеноновая оптика, будьте готовы к разговорам с ДПСниками. Ну, или с водителями, которые догонят вас мстить за свою слепоту. Ну, если попадут. И, наконец, LED-оптика. Или LED, или светодиодная. Называйте, как хотите. Но тут главное одно, что LED-оптика самая современная и прогрессивная светотехника, которая есть в автомобиле. И вот если совсем недавно можно вспомнить, что LED ставилась только в крутые, в дорогие иномарки, то сегодня эта светотехника доступна абсолютно каждому. Галоген и ксенон это лампы, а LED-оптика это светодиоды. И вот в светодиодных лампах есть драйвер, который позволяет увеличить светимость в несколько раз. Такие лампы срабатывают быстрее, чем традиционная лампочка. Потребляют немного энергии, имеют небольшой размер и практически неограниченный срок службы. Помимо основных плюсов, да, это вот светимость, это неубиваемость, это маленький размер, низкая энергоемкость. Тут еще и добавляются различные функции, фишки, которые можно проворачивать со светодиодами. И вот об этих дополнительных функциях мы сегодня поговорим, их потестируем. Уже совсем скоро это произойдет. Для наглядного примера просто взгляните на табличку, которая появляется на ваших экранах. Здесь в сравнении видно, как LED-оптика превосходит своих оппонентов практически по всем пунктам, а по некоторым даже во много раз. Вывод один, LED-оптика это надежно, удобно и экономично. Собственно, эту оптику мы и будем тестировать. Ну, еще тайм голландцев посмотрим, стемнеет и начнем. Мемфис, депай, давай, родной, давай, давай, давай. Давай! Какие вопросы? Еще недостаточно темно. Вырубай, дай досмотреть. Итак, на улице уже стало темно, это значит, что мы можем начинать любоваться красивым светом фар автомобилей Volkswagen. И у нас сегодня есть четыре тачки. Это два Polo, Tiguan и Touareg. Естественно, на всех этих автомобилях стоит светодиодная оптика, но немного разного типа. И вот о ней я вам сейчас расскажу. Мы ее протестируем, сравним. Ну, а на самой вкусной, то есть на Volkswagen Touareg, мы выедем в город и посмотрим, как оптика ведет себя в пути. Итак, давайте начинать. На этом Volkswagen Polo стоит самая простая оптика светодиодная рефлекторного типа. Что значит рефлекторного типа? Сами светодиоды мы не видим, они светят на отражатель, и уже от отражателя свет распространяется на дорогу. В принципе, вот такая оптика рефлекторного типа лежит в основе всех остальных оптик во всех автомобилях Volkswagen. Просто уже дальше на эту оптику добавляются так называемые коллиматоры, которые зонируют свет и добавляют различных функций в эту оптику. Ну и, собственно, на вот том Volkswagen Polo такие коллиматоры есть. Ну что, вот она светодиодная оптика проекционного типа. Такая оптика реагирует на ваш стиль вождения, считывает различные датчики автомобиля и подстраивается под ситуацию на дороге. Например, вы замедлились, едете по деревне, и светодиодная оптика проекционного типа включает проселочный свет. Он светит максимально ярко и широко возле автомобиля, чтобы вы видели обочину. Вот вы ускорились, включается магистральный свет. Во время магистрального ближний свет автомобиля бьет максимально далеко. Начался дождь, вы включили дворники, и фары понимают, что пора включать всепогодное освещение, то есть противотуманки. Собственно, вот это вот все и превращает фары рефлекторного типа в проекционные. Ну и с этих фар, вот с этой оптики мы и начнем тест. У нас вот тестовая стена, мы на нее будем светить ближним и дальним светом, ну и проведем замеры. И сейчас мы сравним ближний и дальний свет полу, Тигуана и Туарега по яркости освещения. Яркость освещения это световой поток, который попадает на дорожное полотно. И вот если он максимально плотный, соответственно, яркость будет выше. Если он рассеивается, яркость будет ниже. Освещение измеряется в люксах, и мы замерим это с помощью вот такого прибора. Он называется люксметр. Работает очень просто. Сюда на датчик попадает свет. Вот даже можем проверить с нашим светом. Если мы подходим ближе, то показатель в люксах увеличивается. 328, 311. Если мы отходим дальше, свет рассеивается. И вот тут уже 100 и ниже. Ну что, давайте тестировать. Давайте начинать замеры. Все для этого создано. Все условия соблюдены. Ближний свет проекционного типа включен. У меня в руках люксметр. Давайте посмотрим на результат. Итак, ближний. 600, 620, 628. В общем, 630, 625. Вот где-то в этой области запоминаем. И сейчас можно включить дальний свет и посмотрим, насколько он ярче. Ну, включайте. Сразу понятно, сразу видно, что большую область захватывает дальний свет. Насколько его освещенность ярче. Мы посмотрим сейчас яркость освещения дальнего света. И вот уже мы видим показатель в два раза превосходящий ближний свет. Это 1120, почти 1200 люксов. Прикольный результат. Пока сравнить не с чем. Совсем скоро сюда, на эту стенку, посветит Volkswagen Tiguan. Итак, на подиуме Volkswagen Tiguan. И здесь также стоит оптика проекционного типа. Но здесь добавили больше различных функций, а также механические регулировки угла наклона фар или его поворота. То есть во время прохода поворотов подсвечивается боковая область. Ну, а на магистрали, собственно, тоже самое поднимается или опускается свет. И самое главное, здесь больше светодиодов. Ну, существенно больше. И, соответственно, это может повлиять на его яркость освещения. Давайте это и узнаем. Ближний свет Tiguan. Проверим, насколько он хорош. Диодов больше, соответственно, должно быть ярче. Не знаю. Итак, замеряем ближний. 670. 600. Да, 670 люксов. Ну, да, это больше, чем у Polo. Ну, сказал бы я, что разница несущественная. Давайте узнаем, насколько ярче или, может быть, наоборот, менее ярко светит дальний свет. Tiguan, а дайте нам дальний, пожалуйста. Ого. Ну, визуально очень ярко. Проверяем. И сразу же просто зашкаливает. Люксметр 1700. Почти до 1800. Доходит. Показатели. Да, вот 1800. 1800. Запомните. Вот такой вот показатель дальнего света. Ну, пока он побеждает Polo, но есть еще Touareg. Volkswagen Touareg и его головная оптика матричного типа. Здесь есть все, что и в проекционной оптике. Но еще несколько прикольных функций. Первое. Это тепловизор. Тепловизор определяет наличие живых существ на дороге. Он видит пешеходов или выбежавших животных. Эти сигналы он посылает фарам и они уже максимально ярко подсвечивают эти объекты. Также есть режим подсветки SOS. Если автомобиль понимает, что возможно столкновение с пешеходом, то фары его подсвечивают, то есть мерцанием или моргают на пешехода. Для того, чтобы он понял, что нужно убежать, спрыгнуть, отойти, в общем спрятаться от столкновения. Ну и второй датчик это камера. Камера с интеллектом, которая определяет различные объекты на дороге. Такие как проезжающие автомобили и дорожные знаки. И фары, получая сигналы от камеры, исключают эти объекты из области освещения. Чтобы не слепить автомобили, едущие впереди, едущие навстречу. И чтобы самому водителю Туарега не ослепляться от дорожных знаков. Это весьма полезно. И самое главное, здесь, в этих фарах, больше светодиодов, чем в Тигуане. Давайте посмотрим, как они освещают. Ну что, погнали. Погнали. Ближний свет Volkswagen Touareg. На что способны 75 светодиодов? Итак, замеряем первые замеры. Ну, 590. 590. 590 было. 570 вот показывает. 590 я видел. Но вот он ближе к 594. Ну, можно сказать, до 600. Совсем чуть-чуть не хватает. До 600 люксов. Это ближний свет. Покажите нам, пожалуйста, дальний. Насколько дальний хороший. Так, замеряем. И тут уже показатели привычные нам к дальнему свету после Тигуана. Это 1700, 1700, ну, может так, 1740, 1780. В принципе, те же 1800 свои выдает дальний свет Volkswagen Touareg. Ну, что, выезжаем по ночному городу немного полетать. Посмотреть, как ведет себя матричная оптика. Как себя ведет тепловизор. Также диодные фары придают рисунку, как бы, ваших фар. Диодная оптика придает вот редкий неповторимый стиль. То есть мы даже сегодня увидели на каждом автомобиле, на каждом Volkswagen по-разному выглядит светодиодная оптика. С ксенонами и галогенами это сделать сложнее. Благодаря контрастности освещения диодный свет позволяет препятствиям, всевозможным препятствиям на дороге, выглядеть более заметными. То есть придает им заметное очертание контура. Ну что, заехали в максимально темное место. Уже далеко за город решили не ехать. Ну, очень уже поздно. Но вот здесь нашли темный переулок. Посмотреть, как себя ведет хотя бы ближний свет. И я вам так скажу, что дальность свечения действительно очень большая. И вот сейчас мы заходим в поворот. Слушайте, подсвечивается. Просто вот поворот чуть-чуть, немножечко шире становится пучок света. И подсвечивается область поворота для того, чтобы ты видел, что происходит сбоку твоей машины и было проще поворачивать. На полигоне, на парковке мы проверяли яркость свечения света, дальнего и ближнего. А сейчас посмотрим на его дальность. Дальность определяется человеческим взглядом. То есть, просто нужно определять примерно, насколько далеко он бьет. Ну вот, перед нами забор. Мы видим забор. И он порядка, ну не знаю, 100 метров тут есть. Точно, я думаю, где-то 100 метров. И уже ближним светом я четко вижу этот забор. Сейчас посмотрим, насколько хорошо светит дальний. Итак, включаем дальний. И мы видим четко, вот я вижу здание, отчетливо все очертания, которые находятся за забором. То есть, это больше 100, почти 200 метров вдаль. И я вижу все это хорошо. Ну вот, даже, видите, даже на обочине определяет пешехода. Сейчас посмотрим, немножко отъедем назад. На каком расстоянии. Достаточно, то есть, насколько далеко будет определять он пешехода. Вот метров 50-60 мы отъехали. Думаю, уже 100 метров есть. И все еще тепловизор видит и определяет так далеко. Вот здесь и здесь еще все еще ловит. Это уже порядка 150 метров, если я не ошибаюсь. Смотрите, насколько далеко тепловизор определяет предстоящую вашу встречу с пешеходом. Поэтому уже за это, за вот это расстояние вы точно можете какие-то действия применить, посигналить. Если вдруг такое случилось, что пешеход оказался на дороге. Ну или просто сбросить скорость. Ну что, уже пора вставить автомобиль в гараж. Он устал, и мы тоже очень устали. Глаза закрываются, веки тяжелеет, уже очень поздно. И да, сожаление о том, что мы не выбрались далеко за город и не проверили матричную оптику по максам, сожаление осталось. Но убеждение в том, что LED-оптика максимально хороша, сегодня тоже присутствует. Она экономична, практична и удобна. И недаром сейчас практически во всех автомобилях стоит светодиодная оптика. В общем, это был канал Volkswagen Беларусь. С вами был Андрей. Подписывайтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы по оптике, и мы на них ответим. Пока.